Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, профессор Латвийского министерия Юрий Слозенвальд у нас в студии. И, конечно, главная тема для обсуждения – это только прошедшие выборы в Европарламент. Вот, господин Розвальд, все-таки, вот если бы вас так спросили, вот что-то было такого, вот, не знаю, сенсационного, неожиданного в результате этих выборов, чего вы не предполагали вообще, что для вас, с учетом вашего тоже большого опыта, что для вас это что-то явилось каким-то откровением? Я, честно говоря, я не предполагал, что Новый Единство получит так много, да, то есть, учитывая все-таки их… То есть, два маркета – это много? Это много, учитывая, ну, все-таки… Вы знаете, я бы хотел начать с того, что, ну, это и хорошо известно, что выборы в Европарламент, фактически во всех странах Европы или почти, это выборы, так сказать, как бы второго уровня, да, они интересуют избирателей гораздо меньше. То есть, не надо преувеличивать их значение? Нет, нет, для избирателей, они, конечно, и эти выборы более важные, например, чем они были еще лет десять назад, да, о чем мы, наверное, еще будем говорить, да, но это все-таки выборы второго уровня, и это означает также и то, что избиратели в какой-то степени проецируют на эти выборы, они отвечают на те вопросы, которых интересует на национальном уровне очень часто, да, и поэтому она, наверное, имеет смысл сравнивать вот с только что недавно прошедшими парламентскими выборами, где Новая Единственная, как известно, выступила очень скромно, да. Да, хотя удержалась, да. Удержалась, да. Но вот этих выборах, я думаю, что здесь можно сказать так, что избиратели обратились к проверенным ценностям, и я думаю, что то, что они обратились к проверенным ценностям, это свидетельство того, что они в значительной семье разочаровались в тех партиях, которые получили не большинство, как обычно говорят, но все-таки значительное число голосов на выборах в семье. Понимаете, условно новые? Условно новые, потому что, я бы так сказал, что действительно из этих трех, которые называют все время новыми, две по-настоящему новые, да. Это Новая Консервативная и КПВЛВ, да. Так вот, КПВЛВ, мы видим, это меньше процента, да. Меньше процента, по-моему, да, я сейчас... Ну, совсем плохо у них. Совсем плохо, да. По-моему, они по стопам судоробы пойдут, такое ощущение, да. Да, да, ну, увидим, конечно, но... Вот, а и Новая Консервативная партия тоже, скажем, прямо скромно, очень скромно выступила, да. И в этом смысле, ну, вот эта реакция, ну, скажем, на то бескомпромиссное, так сказать, главинство права, да, и закона, да, которая на деле оказалась, так сказать, закон, что дышала, да, в известной мере. Вот, это мне... Но все-таки я не ожидал, что это будет так много, да. Но вот два мандата они получили. Я думаю, чтобы еще немножко добавили, они могли бы получить и три, наверное, да. Да, совсем чуть-чуть не хватило. Да, потому что они получаются... Мы можем говорить о возрождении в какой-то степени единства, ну, хорошо, сейчас нового единства, потому что ведь еще совсем недавно, может быть, год тому назад там рейтинги были меньше 4%, уже многие их хоронили, говорили, ну, все, она сейчас пойдет по стопам, там, не знаю, народной партии, Латвия Сейш и так далее. Нет, я думаю, что ситуация с единством, с единством и новым единством, она несколько отличается, потому что, мне так кажется, это партия таких, ну, в какой-то степени, в значительной степени, таких профессиональных, знаете, таких бюрократов, в совсем неплохом смысле слова, а вот профессионалов таких, да, и они поддерживают и в этом смысле, трудно сейчас сказать, будет ли подъем у них на национальном уровне, но то, что с точки зрения, скажем, избирателя оказалось, что, да, вот, Домбровский мы знаем, Калны-то тоже знаем, и к тому же, учитывая то, что действительно она влиятельный человек в Европарламенте, в прошлом вот этом созове Европарламента была, и в этой группе, группе народной партии, да, так что это то, и что меня, я бы сказал, не удивило, а в какой-то, действительно, подтвердило, что это так может быть, не удивление, но вот это действительно то, что я не говорил вслух, да, это то, что вот три мандата получили партии, ориентирующиеся на русскоязычного избирателя, то есть два согласия, ну и свой мандат получил госпожа Жданок, который может всем остальным сказать, вот, ребята, давайте, сколько выборов было, вот я всегда была в Европарламенте, да, я думаю, что касается согласия, ну, тут это, это и так называемые латышские партии, и, в общем-то, может быть, ну, как-то, не может быть непосредственно, трудно сказать формулировку, но вот и средства массовой информации, они явно перестарались, вот, всем, что было связано вокруг Рижской Думы, то есть одно время возникло ощущение, что вообще у нас все остальное, все в полном ажуре, а вот в Рижской Думе, это, так сказать, один консультант на консультанте сидит, да. Да, и все разворовано, да, и города больше нет, да. Да, и города больше нет, и все мосты, мосты Бады, и, кстати, вот, если говорить о КПВЛВ, ну, это вот тоже, это представление, перформанс, которое было, когда два министра стояли и договорились о том, что, в общем, ехать нельзя, а потом, оказывается, через неделю, что можно. Можно, да. Ну, я такое ощущение, что, по крайней мере, рижский избиратель вот этот перформанс не очень оценил. Я думаю, что он не очень оценил, потому что рижский избиратель все-таки видит, что, конечно, нельзя утверждать, что в Рижской Думе все в порядке, и что господин Ушаков был лучшим из возможных хозяев, да, хотя вот уже сколько лет, и многие говорят, да, так сказать, по крайней мере, хуже не стало, и идет так что-то, но он, мне кажется, рижский избиратель понимает, что все не черно-белое, а все здесь гораздо более таких постепенных переходов. Значит, организатор, компании все-таки, ну, чуть-чуть не учли вообще, не знаю, ну, менталитет, может быть, не то слово, чуть-чуть не учли вообще настроение вот рижских избирателей или русскоязычных, если совсем прямо. Я думаю, что касается господин Ушаков, это все-таки действительно, можно сказать совершенно определенно, что это русскоязычное, что касается согласия, ну, сейчас трудно сказать, нет такой ни статистики, ни опросов, да, но я бы хотел здесь еще одно назвать, как мне кажется, обстоятельства, если мы продолжаем вот наши рассуждения о том, что на выборах Европарламент избиратель проявляет свои, так сказать, страхи, недовольства на национальном уровне. Я думаю, это вопросы школьной реформы, конечно, причем я думаю, что чем дальше, тем больше становится ясно, что эти победные реляции, когда все мы добились, да, и когда даже главный аргумент в пользу того, чтобы поддержать инициативу президента, теперешнего президента по поводу детей не граждан, это то, что вот теперь дети будут учиться на русском языке, да, что очень-очень забавный аргумент, учитывая то, что, ну, не забавный, а в кавычках, конечно, учитывая то, что исследование показывает, что ни язык, ни гражданство не играет главной в данном случае роли, да, а главную роль играет в то, вовлечены ли дети, школьники в коммуникацию между собой. А вот этого, кстати, реформа и не решает, потому что она создает странную ситуацию, если так посмотреть, да. Абсолютно странную. Два вида латышских школ. Одна – это такие настоящие, а вторая – это такие, так сказать, придется. Суррогатные немножко, да. Ну, как уж придется. Да, как придется. И вот это странная ситуация. Как уж Татьяна Ивановна предпенсионная. Да, и она будет учить, стараться. На ломаном латышском скажет, так и будет. Да, так и будет. Такие интересные школы, согласитесь. И вот здесь явно проявляется то, что власть придержащим не хватило, простите, смелости и духа. Потому что если бы действительно идти последовательно и объединять школы, то уже придется иметь дело с латышскими родителями. А это уже не так просто. Да, они скажут, мы не поняли, это что такое было? Почему в нашем классе тут больше половины? А вот это, кстати, если уже говорить, серьезно говорить о том, вот от этой консолидации общества, вот это как раз то, что нужно. Когда эти дети будут вместе, тогда они действительно будут притираться друг к другу. Они будут... И в конце концов это уже зависит, конечно, от школы, чтобы это не превратилось в какие-то разборки, да, но то, чтобы эти дети были, дети общались между собой. Вот это самое главное. А этого, к сожалению, эта реформа не обеспечивает. Да. Еще говоря все-таки об этих выборах, я так понимаю, что одно из последствий, если так можно сказать, теперь, видимо, будет еще какой-то ток правящей коалиции за пост Еврокомиссара. Важный момент, да. Я так понимаю, что все-таки Домбровский, Валдес, остается фаворитом пока, да, на этот пост. Ну, и по результату на выборах тоже, да. Но в то же время я думаю, что господин Зиле, ему будет наступать на пятки. Это не будет так просто. Потому что амбиции будут, конечно, амбиции будут достаточно серьезными. Кроме того, Зиле может тоже заявить, что он имеет опыт, он знает. Так что это будет, я думаю, серьезно. Но что радует при всем в данном случае, конечно, различий, известных в политических взглядах, это то, что все-таки или один, или другой, они люди знающие. Это, несомненно, и знающие коридоры вот этих европейской власти. Могут ли результаты выборов в Европарламенте, хотя мы уже констатировали, что это выборы действительно такого второго порядка, не самые важные, могут ли они вообще повлиять на ситуацию правящей коалиции? Я почему спрашиваю? Поскольку для новых консерваторов, ну, КПВ, там внутренний раскол, поэтому, наверное, будет сложнее. Но тем не менее, для новых консерваторов это может стать сигналом к тому, что если они дальше так будут не выполнять обещания, смелые данные избирателям, помните, там, три по пятьсот, там, минимальная зарплата и пенсии и так далее. А Каич уже сказал, что и в следующем году этого не будет, может быть, в двадцать первом году, то, в принципе, они могут очень плохо закончить. Я думаю, да, потому что, к тому же, учитывая то, что они, ну, не всегда ведут себя достаточно разумно, да, то есть эти громогласные заявления, причем вот со стороны уже нескольких министров, да, ну, вот министр, кажется, Талас Линка, это вполне разумный человек, но в то же время он просто взять, так сказать, одним махом, да, взять, распустить вот это латвийский правление, да, а потом оказывается, что все не так просто, надо подождать, надо выяснить, надо посмотреть, то есть, ну, таким, знаете, революционным наскоком все это не получается. Хотя я, честно говоря, вот, если господин Борденс уже неоднократно такими заявлениями баловался, да, то от господина Линка, если я немножко, это был немножко удивлен тем, что, ну, да, ну, можно действительно, выяснять, в чем проблема и так далее, и, в конце концов, постепенно прийти, может быть, к этому же решению, но вначале заявить, а потом оказывается, что это совет, или как он там, совет должен решать, и там... А совет не с том, не духом, что называется, да? Да, совет, так сказать, очень осторожно высказывается по этому поводу, да, так что я думаю, да, но это может быть не непосредственно, потому что, ну, пока есть этот Сейм, пока есть такое распределение, и, учитывая отношение всех этих партий к согласию, то есть, другой, другого варианта просто нет. А вот я понимаю, что все равно, конечно, его избрали, поэтому нельзя сказать, что совсем уж коммуникация предвыводная была ошибочной, но тем не менее, ну, вот, это ад и стебль пара для развития за, которая претендует, ну, такой на либеральный, по крайней мере, так провозглашает на какой-то либеральный спектр, почему они никаким образом не обращались, не знаю, к тем же русскоязычным избирателям, может, такое ощущение, что все было как всегда, да, вот есть латышский электорат, латышские СМИ, не знаю, латышские партии, условно, конечно, да, и есть вот русскоязычные, которые свою аудиторию покрывают, если так можно сказать. Знаете, ну, мне это, конечно, трудно, лучше бы пригласить, например, господина Иепса. Да, пригласим, конечно, да. Да, и у него это спросить, да. Я думаю, что здесь даже, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что вот эти партии правящей коалиции в известной мере стали заложниками своих, так сказать, деклараций, и в какой-то степени национальное объединение очень хорошо продемонстрировало то, что оно много лет делало. Ведь я как-то считал сейчас, вот не могу сразу на эту цифру, но при всем при том, что национальное объединение, у них такие были флуктуации, да, так сказать, в образовании. Но были, когда у них, скажем, было семь мест или там шесть мест в парламенте, они были в правительстве все равно, да. То есть это такая, так сказать, неотъемлемая часть нашего политического пейзажа. И если они не могли очень многие вещи сделать, то есть решать вопрос так, как они хотели, они могли очень успешно формировать повестку дня. И вот в данном случае, я думаю, вот все, что касается того, вот не допустим, не будем никак сотрудничать и так далее, вот это, ну, здесь, наверное, учитывая ориентацию, прежде всего, до сих пор на латышский электорат, другого выхода не было. И я думаю, у меня такое ощущение, что многие политики от Истебайпар, я не хочу сказать, что я знаю, я могу вот назвать конкретно их высказывания, у меня такое ощущение, что они себя в этом смысле не очень уютно чувствуют, да, потому что и вот это инерция. Мне так кажется, что они просто из этой уже наезженной колеи в последнее время, они просто, ну, просто, ну, потому что тогда в таком случае, ты, так сказать, предатель интереса. Видимо, это мы уже обсудим после перерыва, видимо, по этой же причине они поддержали левица, ну, уж чьи взгляды, уж никак с либеральными, наверное, не назовешь. Да, но левица немножко поменял свои взгляды. Это правда, да. Пройдется ненадолго новость и реклама, не переключайтесь. Профессор Юрий Созен, у вас на студии, действительно, вот так вот сложилось, так получилось, что 25-го у нас прошли выборы в Европарламент, а уже в среду, после завтра выборы президента, все ими, ну, можно ли ожидать там каких-то сюрпризов? Не похоже, да, наверное? Вы знаете, я думаю, не похоже, потому что, ну, во-первых, учитывая то, что открытое голосование... Интриги нет, да. Интриги такой нет, да, то есть ожидать-то, собственно, если, ну, что может быть, ну, там заболеет кто-то, да, не придет, но, скорее всего, все-таки есть ощущение, у меня ощущение такое, что Левиц может стать президентом уже в первом туре. И я думаю, что, учитывая то, что вся, главным таким проблематичным моментом было и является все время КПВЛВ, да, но все-таки мне кажется, что из того, ну, проправительственного крыла КПВЛВ, там достаточно все-таки голосов, которые могут склонить, то есть где-то, ну, так, я думаю, где-то похоже на 54-55, так примерно, если, конечно, ну, все может произойти, но тогда возникнет сразу вопрос, а почему это так, да, то есть уже открытое голосование, никто не может сказать, вы знаете, я так голосовал, не знаю, почему так получилось, да, так что я думаю, что, скорее всего, скорее всего, и кроме того, я бы хотел, а, ну, остальные кандидаты, ну, такое немножко ощущение, что вот, ну, так сказать, раз спортивного интереса, да, вот, чтобы все-таки было как-то разнообразие какое-то, хоть какая-то конкуренция. Да, причем господин Шмидт прямо и заявил, да, чтобы было, говорит, ну, а тоже, если говорить о втором, о нашем омбудсмене, да, господине Янсенце, ну, так тоже такое, когда, я-то вообще-то не хотел, но меня попросили. Ну, хочу левицы поддерживают, да, я, да. Ну, ради демократии, наверное, да. Ну, ради демократии давайте, и у меня все-таки есть единственное преимущество, то, что я больше знаю практически, хотя, конечно, если говорить так, не в плане того, изберут или не изберут левица, да, но здесь, конечно, есть, ну, большой вопрос, в какой степени, если мы знаем, на наших президентов предыдущих, да, то есть, конечно, у каждого были свои сильные и слабые стороны, да, но вот, что касается левица, я прекрасно себе представляю, как он будет разговаривать, скажем, с европейскими политиками или там с яйцеголовыми интеллектуалами, но у меня не всегда есть такое явное представление, что он понимает, о чем говорить и что делать, если речь идет о какой, ну, скажем... О жителях Латвии. О жителях Латвии, да, вот особенно сельских жителей. Да, вот сейчас будет региональная реформа, что он о ней понимает, что он о ней знает. Да, да, вот это вопрос, учитывая то, что он все время вращался в других сферах, да, и то, что он, несомненно, сильный кандидат и знающий человек, да, но при том, скажем сразу, достаточно консервативный. В своих взглядах и вот то, что, например, что касается его предыдущих высказаний, которые, кстати, вот мы уже перед перерывом заметили, что он меняет свои взгляды и в некоторых отношениях, будучи все-таки креатурой прежде всего национального объединения, то есть они его проталкивали и двигали все время, да, в то же время он формулирует некоторые сейчас в последнее время положение, которое, ну вот, опять же, о легализации вот этих отношений однополок, так сказать, отношений. Под детям-неграждан. Да, под детям-неграждан. Это совсем не то, что хотят услышать. Да, ну да, но я думаю, в этом смысле он тоже, это не просто ради конъюнктуры, а потому что он все-таки рациональный мыслящий человек. Все-таки он европейец. И он европейец, и он понимает, что вот эти вопросы, если их умело сформулировать для того, чтобы, так сказать, не раздражать слишком хранителей традиционных ценностей, а как-то зафиксировать отношения, вот если люди живут вместе, то как-то какие они имеют права как пара, да, вот это, я думаю, важно, и это он в последнее время, в последнее время делает, хотя, конечно, есть вещи, которые я до сих пор не понимаю, и которые вот, мне кажется, и для слушателей радиоболком достаточно существенные, я, наверное, не всем понимаю, что такое вот то, что он называет Экляуеша Латвет, да, так сказать, это включающая латышкость. То есть он в данном случае опять же подходит, ну, учитывая, конечно, то, что он является фактически автором преамбулой, в которой все-таки упор делается прежде всего на этнические ценности, да, и вот каким образом это совместить с формированием такого политически, политически, так как и середированного общества, да, мне не совсем понятно. Не создается такое ощущение, что он готов или может, может он и хочет стать президентом, может быть, это расхожая фраза, схожая для всех жителей Латвии, но пока не создается такое ощущение. Может быть, когда он станет президентом, получится этот мандат, и ему не надо будет только заглядывать в рот ТБ в Ресу Латвии, ну, к примеру, да, он сможет как-то выйти из этой тени, не знаю. Не, ну, знаете, у меня нет ощущения, что он заглядывает в рот. У меня нет, вот это ощущение нет, я думаю, достаточно самостоятельно в этом плане, но в то же время, я думаю, то, что вот он писал в преамбуле, это его взгляды, это его взгляды. Но я думаю в то же время, что он, несомненно, и вот то, что вы уже упомянули, он, несомненно, такой человек, он европейский человек, да, и в этом смысле для него в любом случае, при всем том, что он все-таки ударяет себя в грудь и говорит, вот даже используя в первом варианте преамбулу вот это очень архаичное выражение, вал с нацией, да, государственная нация, да. Ну, это 19 века, может, было актуально, да. Тем не менее, он готов, так сказать, поменять, подправить и так далее. То есть, у меня это ощущение, что он, и он достаточно самостоятельный, чтобы не быть просто, но то, что он действительно консервативен, это несомненно. Это да, потому что, может быть, он понимал, что, наверное, широкая, не знаю, русскоязычная общественность, может быть, на это не обратить внимания, но, тем не менее, вот у него недавно было как раз интервью, вот я не помню, или в Неткаре, или в Латвии Саи, ну, не суть ва, а в журнале ИР, 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 да. У него было интервью, в принципе, достаточно адекватное, но там вот были такие фразы, которые из Сирии, знаете, вот как бывает, режут слух, когда ему сказали, ну, а как вы все-таки там уже понимаете, что здесь там есть люди, которые говорят на другом языке, да. Он говорит, ну, я же не против, пускай изучают, они же могут говорить там, хотят на бенгальском языке, хотят на русском, да. Вроде бы это звучит красиво, но для сучастливых, в счет того, что 40% населения для них все-таки родной язык не бенгальский и русский, и как бы, между прочим, что есть там бенгальский, есть, наверное, язык суахилий, и есть еще русский, ну, ладно, так и быть, да. Но, наверное, все-таки это звучит как-то так, особенно для человека, который претендует на постпрезидента, как-то так пренебрежительно, при всем уважении к бенгальскому языку. Конечно. Но как-то все-таки это не очень хорошо. Ну, это, к сожалению, вот это общее место, которое сейчас для латвийской политической элиты, это вот то обстоятельство, что как-то, как само собой разумеется, воспринимается то, что, вот как вы сказали, язык 40%, ну, мне кажется, меньше все-таки. Ну, там, да, процентов населения Латвии, он вообще никакого статуса не имеет. Вообще. Да, есть бенгальский, есть суахилий. Да, есть суахилий, есть, там, скажем, язык австралийских аборигенов, один из многих, да, и вот это примерно. И в этом смысле, ну, мне так, я совершенно согласен, в этом смысле, мне кажется, знаете, я бы так сказал, что в политике очень большое значение имеют жесты. Даже не только такое содержание. Вот та же самая Car U Light поехала в... В Москву. Нет, в Москву нет, я говорю, в Нарву, не надо в Москву. В Москву это большая политика. Ну, это была сенсация, да. Да, но она поехала в Нарву, и она ходила по улицам, разговаривала с людьми, можно много раз спрашивать, а на каком языке она разговаривает. Я не на эстонском. Нет. Учитывая то, что в Нарву 6% эстонцев, да. И вот в этом смысле, я думаю, вот эти жесты, это показать, да, вы наши, вы нам нужны, да. Вот этого до сих пор просто катастрофически не хватало латвическим политикам. И я хочу надеяться все-таки, что Левиц, который, кстати, я так думаю, что он должен знать достаточно хорошо русский язык, кстати. Он, по крайней мере, в Севи так записал. Это не Вайер Витти Фрейберга, который по вполне понятным причинам учил, учил и не научился, да. Нет, а он так в Севи указал, как и Каринч, да, так сказать, который тоже указал, что он свободно владеет русским языком. Мы, правда, ни одного слова публично не слышали, но, по крайней мере, в Севи это указано. Но насчет Каринча, учитывая его, так сказать, происхождение, откуда он, да, это интересно, да, но Левиц-то до, так сказать, почти совершеннолетие уже здесь. Я так думаю, что в то время все-таки было трудно не владеть, если ты вообще, так сказать, какими-то умственными способностями обладал, что несомненно по отношению к Левиц. Это ведь еще один аспект, который, видимо, для этой передачи. Но, тем не менее, когда кто-то из политологов говорит о том, ну ай-яй-яй, ну что же эти русскоязычные, да, ну были же другие варианты. Ну почему вот за, как они говорят, погрязчиво в коррупции там Ушакова не проголосовали, да? И они не понимают, что это не только, что много аспектов, почему они поддержали Ушакова, и когда они слышат о другой стороне, ну условно, не всех, конечно, я не хочу обобщать, но когда они говорят, слушайте, ну да, там, конечно, 200 тысяч приходят 9 мая к памятнику, 200 тысяч, да, приходят в общей сложности, ну нам не нравится этот памятник, у нас только два варианта, или переименуем вам назвать, или снесем. Вот это они, и для них, мне кажется, для русских русских избирателей, они тоже это учитывают, когда они голосуют. Конечно, и кроме того, вот опять же, все черно-белое. Или его там подорвать, как уже пытались, да, и, так сказать, снести, или, так сказать, ну вот они собираются, нам это страшно не нравится, мы воротим нос, да. Что-то мы придумаем. А подумать о том, каким образом, так сказать, ввести его в оборот, ну, я бы сказал, такого ценностный оборот, интерпретировать так, чтобы это, с одной стороны, не оскорбляло бы чувство значительной части русскоязычного населения, да, которое можно сказать, вот мой дед, там, или прадед и так далее, а с другой стороны сделать это как-то более понятным, разъяснить, это вопрос с итогов Второй мировой войны в Латвии, да, и вот это, к сожалению, не происходит. Вместо дискуссии пытается вот с памятниками воевать, да, по существу? Ну, это, к сожалению, да, для наших политиков характерно. Вот такой вопрос, который я не могу не задать, мы уже понимаем, что вот сейчас два лидера, двух партий, это председатели, оба председателя партии, уезжают в Брюссель, я имею в виду, Шаков и Америкс, да, и, видимо, начнутся дискуссии, невидимо, они начнутся о том, кто будет новый мэр, может быть, какой-то дополнительный вице-мэр, вообще, как все это будет происходить? Есть ли опасность, на Ваше взгляд, что в результате, поскольку там разница небольшая, 32 против 28, что вот эта вот коалиция согласия ГКР власть не удержит в городе? Вы знаете, у меня есть ощущение, что вот это противостояние в Рижской Думе, причем которое уже, ну, явно зашкаливало, и было такое ощущение, что с обеих сторон, да, то есть грубости звучали и, так сказать, поведение не совсем соответствующее вот тому духу, который должен быть в таком, ну, квази-парламенте, да, городском парламенте, да, я думаю, что, скорее всего, такой угрозы нет, то есть, что значит перейти на другую сторону, да, это, при этом противостояние, это достаточно сложно, да, а вот сумеют ли они сохранить власть на следующих выборах, вот в этом при теперешнем раскладе большая-большая проблема, как мне кажется, потому что, если учитывать, что это все-таки коалиция, да, если на согласие, то я вообще там таких сильных лидеров сейчас не вижу, по крайней мере, не проглядывается это, а если говорить о Готскалпот-Рига, то вот у меня такое ощущение, что господин Буров, он такой, он такой технарь, он, так сказать, вот он, он это, он делает хозяйственник, но причем, я бы сказал, хозяйственник не в самом плохом смысле этого слова, потому что, кстати, у меня ощущение, что и коммуникация с оппозицией, она все-таки как-то стала такой более мягкой, да, да, вот это сделал, потому что, мне кажется, стороны Нила Ушакова было тоже, ну вот вы мне, а я, так сказать, вам буду, и в этом смысле это... Это прямо на пленарном заседании можно было услышать, да, 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 такие перепалки регулярные, да, мне кажется, что вот сейчас немножко атмосфера изменилась, да, но вот будет ли господин Буров таким лидером, ну, скажем, кого я вижу сейчас, как, и кроме того, здесь еще один вопрос, все-таки есть эта коалиция, то будет ли согласие рада тому, что ведущую роль в этой коалиции станет играть год Калпутрига, это тоже интересный вопрос, но я думаю, скорее всего, что это все не произойдет сейчас, потому что это противостояние слишком далеко зашло, а вот на следующих выборах это уже вопрос, за кого тогда будут голосовать рижане. Если, конечно, коалиция правящая, я имею в виду, не доведет дело правящая в стране до неочередных выборов. Ну да, но тут опять же, ну да, это, конечно, может быть. Хотя бы в Европарламенте показали, что вот демонизация не самый лучший способ борьбы с конкурентами. Да, и в результате получили три места. Три места в Европарламенте, которые, в общем-то, явно правящей коалиции не очень нравятся. Такой, может, последний вопрос. Можно ли ожидать, это может быть из другой системы, хотя в контексте у него президента, что еще через четыре года все-таки, не знаю, там элита дойдет до того, чтобы дать народу право выбирать президента при всех нюансах этой системы, да, потому что сейчас у меня такое ощущение, что все хотят сделать очень быстро, в среду выборы. Мне кажется, что таких вот телевизионных дебатов между кандидатами мы, по-моему, и не увидим. Мне кажется, что вообще, и, кстати, если говорить то, говорить о трех кандидатах, то мы что-то слышали от господина Левитца, да. А вот что думает господин Шмидт, кроме того, что он говорит, надо развивать там экономику, да, или что говорит Янсонс, кроме того, что он говорит, я человек практически ориентированный, и я, так сказать, жизнь знаю лучше, чем Левитц, да, больше ничего не знаю. И не будет ничего. Я думаю, да, уже времени нет для этого, да. И в этом смысле, вот в данном случае, это, кстати, вопрос о том, насколько открытое голосование за президента, оно действительно является таким демократическим шагом. Потому что в данном случае явно сами парламентарии, они уже связаны в какой-то степени, то есть, как это ты можешь вообще, как ты себе это позволил, и так далее, да. И, с одной стороны, конечно, это исключает какие-то закулисные комбинации, а с другой стороны, это уже явный, так сказать, априорный, заранее сформулированный давление на тех, кто избирает президента. Да, у многих, может быть, я пессимист, но у многих может создаться ощущение, я имею в виду у простых граждан, что им тут, условно говоря, все время им говорят, что не до вас, да. Вот вы пошли на выборы в Европарламенте предварительно, и начался весь этот хаос, я понимаю, что это, может быть, неумышленно, я не сторонник теории заговора, но пришли, так сказать, там что-то сбой, могут голоса быть потеряны, и вообще нужно голосовать только на своем участке, а потом говорят, нет, можно и на всех, но не в этот день, а давайте в следующий. А выборы президента говорят, ну вы вообще тут не стоите, мы даже дебаты для вас не будем делать, коалиция все решила, мы тут не нужны. Вот это, мне кажется, только убивает, по-моему, явку и дальнейшую, ну мне так кажется. Это убивает, и я думаю, что есть еще один такой средний вариант избрания президента, то есть, с одной стороны, есть, конечно, определенное опасение, что будем избирать президента, изберем сразу Раймонда Паулса или что-то вроде этого, да, при всем уважении к нему, да, но тем не менее, это все-таки политическая позиция, и человек должен к этому быть готов, а не просто быть популярным, да, а с другой стороны, конечно, вот то, что мы сейчас видим, это не оставляет самого лучшего. Может быть, есть смысл идти по вот эстонскому пути, где, так сказать, не избираются сразу, тогда это уже расширено. Расширено, хотя бы самоуправление участвует. Да, самоуправление участвует, и вот это уже важно, потому что это действительно люди, которые знают, что думают на местах, но так как это сейчас происходит, да, я совершенно согласен, это... Да, узкая группа лиц, коалиции договорилась, да. Причем, действительно, хоть были бы какие-то дебаты, какие-то различные взгляды, что будем делать, что, кстати, накладывает на кандидата в определенные обязательства. Он уже это сказал. Ничего я не говорил. А сейчас он ничего не говорил. Да. Он ничего, собственно, не обещал, он сказал, вот берите меня, какой я есть, и все. Да. Главное, говорит, сказал он, чтобы вся кориция меня поддерживала, а то не пойду, обижусь и не пойду. Ну да, это есть. Да, он потом, правда, сделал уже такое, когда он понял, что всей поддержки от КПВЛВ ты не добьешься достаточно хотя бы 51 голоса, да, и он уже сделал вот такой отход от этого, да, но сначала он сказал, я хочу быть кандидатом от коалиции, не, там, не знаю, не от всего, там, СИИМа, от коалиции, да, но это... Ну да, у нас такая странная партия в коалиции, КПВЛВ, которая, в общем-то, способна на всякие неожиданности. Да. Ну что ж, посмотрим, чем это все закончится. Спасибо большое, профессор Исросин Вальс, на двух студиях.